Полковой комиссар Семён Воробьёв, смирный и даже некурящий, прошу принять компанию. Неунывающий, постоянно испытывающий сильную боль капитан Семён Воробьёв сумел утешить всех своих соседей по палате. Лётчик Алексея Моресьева, который во время войны лишился обеих ног, убедил не оставлять невесту и продолжать боевые вылеты. А танкиста Григория Гвоздёва спас, организовав переписку со студенткой медицинского университета Анютой. Роль последней исполняла юная актриса театра витражей Агата Задыхайло. Свою героиню она любит и ярко описывает. Строгая, сильная, целеустремлённая, но в тот же момент и нежная, хрупкая девушка. Спектакль по одноимённой повести Бориса Полевого планировали показать ещё в конце апреля этого года, перед юбилеем Великой Победы. Но вынужденная самоизоляция во время пандемии сдвинула планы актёров аж на пять с половиной месяцев. Повесть о легендарном лётчике Алексея Моресеве, пострадавшем в тяжёлом бою и заслужившем звание Героя Советского Союза, наконец увидела публика. Актёрам приходилось не только репетировать онлайн, для того, чтобы вжиться в роль. Они просматривали фильмы на военную тематику и читали подходящие книги. Буквально проживали судьбы героя в повести от начала и до конца. Сама судьба моего персонажа, она очень сложна. И очень, конечно, это тяжело переживать. А всё равно ты переживаешь это вместе с ним. Живёшь на сцене во время спектакля, с ним переживаешь все его проблемы. Сложный образ, тот тонкая грань, чтобы не впасть в ложный пафос, чтобы не быть смешным, так скажем. Потому что это всегда на грань, тем более наш зритель – это школьники, подрастающие поколения, а их обмануть сложно. Постановка повести о настоящем человеке стала возможна благодаря участию театра в федеральной программе «Театры детям». Спектакль рассчитан на категорию 10+, и посвящен всем медицинским работникам, которые трудятся на передовой во время эпидемии коронавирусной инфекции. Работа получилась. Это очень важно, то есть при минимализме на сцене очень интересно работает проекционный экран. На театре есть специалисты, которые владеют этим. И получился такой достаточно интересный режиссёрский ход, который, мне кажется, должен быть интересен молодому поколению. Спектакль можно увидеть на сцене ДК «Железнодорожников» имени Пушкина. Руководство и актёрский состав театра «Витражи» планируют выйти с повестью о настоящем человеке на дополнительные самарские площадки, а также показать премьеру за пределами нашего города. Ольга Павлова, Максим Гусев. События. Давай изучить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!